Привет, друзьяшечки! С вами Bitmaster VK. Сегодня мы будем с вами делать трек в стиле трек или рэ. Короче, с чего мы начнем нарезать наш салатик? Правильно, с правильной ударочки. Ищем любой сэмпл пак. Расположена здесь в вкладочке drums, в фейблтоне, drums. Я выбрал вот этот. Звучит так хорошо. Нас интересует бодрый кик, снейр, перкуссия по вкусу. И самое главное, это наши сверчочки, хай-хетики. Также в сбитке мы вставим сэмплированные автороллы снейров и хай-хета. Звучит это так. Сверчки. В общем, и сейчас мы накидаем элементарный биток. Дело входит хеты. Отлично. Также записываем пару заготовочек еще на хорус и на интро. И записываем наши сверчочки. А на интро мы возьмем самые облегченные, чистые хеты. Можно даже все это самое скопировать. Просто удалить из него бочки. Это тоже можно потереть. Это у нас будет интро. Переименовываем. Отлично. Дальше мы пишем бас. Для звука баса мы берем обычный сэмпл любого саба. Без разницы. Главное его немножечко обрезать. В зависимости от его стартовой длины. И можно применять с петрушечкой. Качай. Вот он, родимый, лежит тут. Берем это все дело. Подключаемся. О! Дискотека загурелась. Танцевать пора. Инструмент готов. Чтобы определить диапазон, в котором нам предстоит работать на данном инструменте, мы делаем одну простую вещь. Переворачиваем нашу камеру в вертикальное положение. И перед нами вырисовывается нужный нам диапазон. А именно, вот эта нота. Вот эта вот еще. Ну и все, в принципе. Этого нам хватит. Ну и еще можно добавить вот эту. Ну так чисто для окраса арабская ночь стартер пак. Поскольку мы знаем, треп-музыка пришла к нам с Ближнего Востока, поэтому она имеет такой восточный колорит. А чтобы остальные клавиши нам не мешались, мы можем их залепить изолентой. Итак, значит, берем изоленту и залепляем вот все, что нам не нужно. Вот это нам не нужно. Поэтому мы ставимся вот в этом диапазоне этих трех нот, замечательных арабских нот. Теперь с нашего хитроумного приспособления мы можем записать нашу басовую партию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь нам нужно записать наши стринги. Их можно найти в разделе стринги инструментов. Возьмем, допустим, вот этот вот пресетик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА стартер пак поэтому опускаем на октаву ниже прежнему не альо опускаем еще теперь мы это дело пишем на репеф переворачиваем обратно выделяем эту штуку теперь мы берем и дублируем нашу дорожку чтобы создать еще один голос на октаву выше так и напишем 8 плюс полностью идентично скопировали наши скрипки теперь всем это дело поднимаем на октавку вверх зажимаем shift и жмем стрелочку вверх как это звучит еще можно понять еще еще отлично вот где она у нас звучит дела пускаем все дорожки то же самое 4 4 звучит куплет интро где нам откопать колокол и нам откопать православный колокол пишем колокол кололок колокол mp3 идем на youtube на youtube идем мы колокол 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 кол Обойдемся без колокола, готово это искать. Пол-дела мы сделали. Теперь нам остается записать нашу вокальную партию. Нашу вокальную партию с бэк-треками. О, да! Для этого мы используем наш профессиональный микрофон и поп-поп-фильтр. Да, мы же профессионалы. Вот как-то вот так это все выглядит. Используем профессиональный микрофон, как мы видим, компании Red Dead Alert. И также обязательно нужен профессиональный поп-фильтр, чтобы не было всяких цокающих, таких звуков стреляющих. Обязательно одеваем наш поп-фильтр на наш профессиональный микрофон. И все, мы готовы к записи. Let go! В первую очередь нам нужно записать текст нашей песни. Задаем себе вопрос, что рэперы любят больше всего? Деньги. О, да! Получается слишком скучно. Чтобы разнообразить нашу лексику, мы добавим слова-синонимы, такие как бабки, ламандос, кэш и мани. А также, чтобы продемонстрировать окружающим свое знание английского языка. Нет, а попозже. Отлично! А поскольку все автолюбители являются также рэперами... А поскольку все рэперы являются ярыми автолюбителями, мы добавим такие слова, как... Тачки! 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 Поскольку современная рэп-культура является неотъемлемой частью модной индустрии, мы вставим такие слова из модной индустрии, как... Ювелирные изделия. К сожалению, нет. А также модные аксессуары. К сожалению, тоже нет. Вроме моего профессионального микрофона. О, его есть. А если дойду, а? А если перефразировать на язык, понятный нашей целевой аудитории, это такие слова, как... Как? Как? Сацки! Петь! Осталось добавить щепоточку специй и записать наш бэк вока! Вркря! Чтобы придать вкусу нашему салату, мы добавляем туда джо-джо-референс, а также парочку интернет-мемасиков. Осталось придумать нам крутое рэп-имя. Для этого мы идем в гугл. Пойдем в гугл. Гугл? Пишем в гугле генератор рэп-ников. Генератор рэп-ников. Вот так вот. Не просто. Открываем первое, что нам попадется. О! Рэп-никнейм. Здорово. Жмем генерировать. И что мы получаем? Дуки, Лил, Вос, Казерберо, Литт Килла, а также Раптор. После этого вставляем свое реальное имя, например, Виктор Иванович, и мы получаем рэп-ник. Также пару нюансов по структуре. Нам нужно разнообразить нашу аранжировочку, наш салатик. Поэтому вначале мы будем заправлять его такой... Как это сравнить? Вначале у нас идет такое обезжиренное молочко, да, чисто интро. Потом у нас идет такое уже 3,5% жирочечка идет у нас в куплете. И в конце у нас такая чистая сметана. Сметана, а? Чистая сметана, да? Покупай, а? В магазине, а? У меня в Китае, а? Нет сметаны, а? Тебе завидую я. А также, друзьяшечки, для придания вкуса нашему салатику мы добавим соль и перца по вкусу. На канале А соль у нас стоит дефолтный ревербератор, а на канале Б перец у нас стоит дефолтный делайчик. Давайте все это приукрасим чуть-чуть. Приукрасили мы соляночку нашу ноду. Ну а теперь осталось зачитать небольшой текст, и наш трек готов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok